Где размещать свое видео, где размещать о себе материалы, это крайний последний урок в блоке номер один, который так и называется «Выбираем хорошие места для трансляции контента». Какие же места вы можете сейчас прямо назвать? Ну, наверное, YouTube, ну, может быть, ВКонтакте, ну, может быть, Instagram, ну, кое-кто зайдет в TikTok и… Ах, да, забыл, еще, может быть, одноклассники. А что, если я вам скажу, что таких мест я собрал восемнадцать? Друзья мои, восемнадцать мест, где вы можете размещать свое видео, чтобы качать и продвигать свой личный бренд с помощью видео. Восемнадцать мест, где ваши видео будут уместны и эти видео посмотрит ваша целевая аудитория. Смотрите. Итак, восемнадцать мест. Что же за такие места, которые мы для вас собрали? Давайте посмотрим. Эти места нам нужны для того, чтобы мы размещали свой видеоконтент и там люди могли нас находить, смотреть и мы могли транслировать свой личный бренд и результаты своего личного бренда. Итак, что бы я хотел с самого начала заметить? Сначала у вас должен быть полезный контент. От того, что вы разместите фотографию с собой любимой, ничего хорошего не выйдет абсолютно. Просто протратите свои бюджетные и все заначки, ничего хорошего не выйдет. Поэтому с самого начала, вот если у вас нет полезного контента, полезного не по вашему мнению, а полезному по мнению аудитории, то дальше смотреть не стоит. Размещение ваших видеороликов, ваших фотографий, ваших статей не будет нести никакого смысла абсолютно. Что же необходимо нам сделать? То есть какие места мы будем смотреть? Давайте по порядку. Первое место, это естественно свой сайт. Вот это выглядит как у нас. Вот наш сайт, это наш сайт, где у нас кроме курсов есть еще огромная страница, то есть огромный каталог всех видеороликов, то есть все каналы, которые у нас есть и здесь порядка шести, но скоро будет семи тысяч статей вместе с нами, соответственно вместе со мной, с моими коллегами по работе и учителями. Со своим сайтам понятно. Поисковые системы Яндекс и Гугл. Вы скажете, ну подождите, там же мы не можем размещать свой контент. Вы можете сделать так, чтобы ваш контент хорошо оптимизировался и показывался в выдаче в первых строках. Этому мы всему обучаем в школе видеоблогеров, как это работает. Смотрите, вот мы вводим запрос, как создать кулинарный канал на ютубе и что мы видим? Мы видим Некрашевича, опять наш канал, опять Некрашевич и снова Некрашевич и здесь, и здесь, и здесь и опять вот это, мы заходим сюда и здесь наш курс и опять снова я. Это что касаемо Яндекса. Посмотрели, да? В Гугл тоже самое. Посмотрите, по запросу, как создать, как зайти в свой аккаунт на ютуб, мы видим, смотрите, видеоролик, где стоит ваш покорных слуга. Здесь написано Александр Некрашевич и этот ролик уже на сегодняшний день посмотрела порядка, ну не буду льстить себе, ну где-нибудь сто пятьдесят пять тысяч человек. То есть сто пятьдесят пять тысяч человек посмотрела этот замечательный, ну себя не похвалишь, никто не похвалит, замечательный ролик и вот здесь именно правильно выстроенная стратегия, правильно выстроенный ролик, да? Соответственно по этому запросу плюс сто, то есть один ролик дал мне в Гугле примерно сто пятьдесят тысяч просмотров, то есть вот и огромное количество людей, смотрите, важно ассоциирует мое чудесное лицо, мою фамилию и слово Ютуб. Вот здесь у меня цель, чтобы мой личный бренд ассоциировался с Ютубом. Дальше переходим к нашей шпаргалке. Следующее, это Тик Ток. Тик Тока у меня нет, пардон. Следующее, это конечно же Ютуб. С Ютубом все более-менее понятно, то есть я уже пропускаю по умолчанию, соответственно Ютуб, школа видеоблогеров, здесь я, опять же, смотрите, другие каналы, где вы можете размещать свое видео, но они должны быть профильные, не просто размещать свое видео на других, а то есть вот здесь там, венчурный акселератор, мое видео, как стать видеоблогером, 12 тысяч просмотров, здесь оно набирает вполне себе хорошо, то есть 12 тысяч потенциальных стартаперов посмотрело мое видео здесь, то есть я зашел и показываю вам, как качать свой личный бренд. Опять дальше, ВКонтакте, смотрим то же самое, вы размещаете свои ролики ВКонтакте, важно, не репостите свои ролики, а именно размещайте свои ролики, потому что у каждого ролика, посмотрите сюда, вот здесь, очень важно, у этого ролика, видите, ВК-видеос, соответственно, этот ролик, он или эти ролики, они залиты на видеохостинг ВКонтакте, не репостнуты, а именно залиты. Одноклассники, вы скажете, а подождите, друзья мои, одноклассники, мы сюда также залили две тысячи, почти две тысячи двести роликов, и здесь идут просмотры, мало-мальски, но идут, две тысячи, вот вы многие не считаете, но Одноклассники тоже социальная сеть, там тоже люди, и там тоже можно качать ваш личный бренд. Почему? Потому что, ну, смотрите, то есть, когда мы смотрим, видите, Одноклассники, ролики, ролики, опять мое лицо, опять и снова я, и опять я, и опять я, то есть, это же все размещается, это же все работает, да, почему? Потому что здесь вот лицо, здесь каналы, Ютуб, Некрашевич, вот так это качается. Следующий момент, Инстаграм, ну, скажите, здравствуй, капитан очевидность, Инстаграм, но давайте смотреть, Инстаграм у нас тоже есть видео, кроме фоточек можно ставить и видеоролики, и я тоже начинаю сюда размещать, призываю вас переходить в Инстаграм и использовать Инстаграм не только как социальную сеть, где фоточки, а там, где и видео, потому что мы говорим же, у нас цель сегодня это как продвинуть и как создать свой личный бренд с помощью видео. Пинтерест, и вот здесь я понимаю, что для многих из вас здесь полная неожиданность, потому что для вас Пинтерест это нечто такое, где фотографии, пины, но, друзья мои, посмотрите на Пинтерест, это видео, которое здесь транслируется, опять личный бренд с Некрашевичем, персональный бренд, опять вот Пинтерест, это видеоролики, которые заливаются в Пинтерест, и которые также классно индексируются, и там внимание на социальной сети Пинтерест, она вторая по темпу роста после Инстаграма, то есть Пинтерест, мы будем делать отдельные ролики о том, когда научимся сами там продвигаться, но запомните, что Пинтерест очень классная сеть для ее осваивания, там очень много трафика, причем трафик там очень качественный. Следующее, это у нас Фейсбук, друзья мои, тут уже мы десять раз, двадцать раз ели. Фейсбук, то же самое, что Вконтакте, никакого репоста, мы в Фейсбук заливаем видеоролики, заливаем, потому что у Фейсбука есть собственный видеохостинг, и опять же, когда мы переходим, у нас здесь ролики в Фейсбуке, опять видите, видео, то есть это видео залито прямо на видеохостинг Ютуб, Фейсбука, не Ютуба, а Фейсбука. Следующий, Яндекс Эфиры, вы скажете, что такое Яндекс Эфиры, а это новое, вот оно, то есть сейчас я вам показываю, как это работает, то есть мы заливаем сюда, в Яндекс Эфир, просто потому, что у Яндекса появился свой видеохаб, то есть здесь, видите, даже есть настройки, там есть монетизация, там есть статистика, то есть в принципе напоминает это все удовольствие творческую студию Ютуба. Но зачем же мы сюда заливаем ответ очевиден, потому что вот все из-за поиска, потому что поиск очень классно индексирует, естественно, свои собственные видеоролики. Если здесь у нас Ютуб, 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 то только потому, что пока этих роликов нет в Яндекс Эфире, только они появятся, сразу они перебьют все ролики на Ютуб, потому что это конкурент. Гугл прямой конкурент Яндекса и, соответственно, Ютуб прямой конкурент Яндекс Эфиров. Дальше, LinkedIn. И вы тут же скажете, подождите, Александр, LinkedIn, это же куда там? А это, друзья мои, очень классная социальная сеть. И тут также заливаются видеоролики. Посмотрите, вот видеоролик, который здесь залит, вот недавно, да, совершенно. И он также идет. Это такая профильная сеть, площадка, очень классная. И там тоже заливаются видеоролики, потому что вы должны качать везде, везде себя должны ставить, потому что один ролик вы заливаете в шестнадцать мест и получается шестнадцать роликов. Дальше, Vimeo. Vimeo, это очень классный видеохостинг. Посмотрите, здесь у меня тысячу семьсот тридцать шесть видео. Посмотрите, здесь тысячу семьсот тридцать шесть видео с вашим покорным слугой. Оно все заливается, все ставится. Почему? Потому что, вот, стратегия маленьких шагов. Дальше, идем профильные сайты. Что это означает? Профильные, либо тематические сайты. Что сие означает? Это то, что вы можете, допустим, если у нас школа фриланса, то мы, естественно, качаем свой личный бренд. Где? На биржах фриланса. Абсолютно верно. То есть, мы здесь показываем, что мы топовые покупатели, топовые профессионалы. У нас здесь значки, звание, как у коньячка хорошего есть. И опять же здесь всегда мое лицо. Здесь вот фамилия Некрашевич, здесь вот так. И вот это огромное количество всевозможных кворков опять с моей красно-раздражающей майкой. Но, друзья мои, это все работает на узнаваемость. Соответственно, на личный бренд. Более того, здесь я еще использую последний в блоке наш способ. Но пойдем дальше. Какие еще есть сайты? Вы можете размещать свое видео, свои видеоролики, статьи на других сайтах. Почему? Потому что они должны быть профильные, да? Допустим, кулинарный канал мы делаем на сайте любимые рецепты. Ну, профильные сайты, потому что я думаю, что людям, которые приходят на сайты про любимые рецепты, будет интересно, как создавать кулинарный канал. А, допустим, если у нас новостной комьюнити канала, то мы делаем информационный, да? И здесь вот качаем. Или же, допустим, мы про фриланс, естественно, это работа. То есть, это должен… ролики о вашем фрилансе должны быть где? Правильно, на сайтах у работа. Это то, что я подразумеваю под словом профильные сайты. Потому что очень часто вы размещаете свои ролики. Допустим, психолог размещает статьи о том, где и как, там, скажем так, избавиться от страхов на сайте строительной компании. Ну, такое, потому что бюджет не позволил на большее. Лучше не размещайте. Следующий, следующий, семнадцатый у нас – это образовательные сайты. Посмотрите, опять же, то, что мы говорили, есть портал, там, Udemy, да? Это там, где образовательность. Здесь у меня также продвижение личного бренда, потому что Александр Некрашевич, лицо мое, опять, и вот все, 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 все. И последний, замыкающий, восемнадцатый способ – это ответы на вопросы в виде видеороликов. То есть, ко мне пишут фрилансеры, ко мне пишут заказчики. И очень часто я даю им, вместо личной консультации, просто посмотреть видеоролик, который я сейчас записал. Вот этот ролик, где я рассказываю о том, как найти места, правильные, хорошие места для продвижения, для трансляции вашего контента, я буду давать клиентам, которые будут смотреть, а где еще можно разместить, да? Потому что я буду собирать и этим делом продвигать не только себя, свою школу, но и свой личный бренд. Поэтому, друзья мои, очень-очень важно, чтобы был у вас личный бренд, у вас должны быть обложки с вами, с вашим лицом, вот, условно, вот там, да? То есть, мы смотрим на вашем канале, лицо должно быть ваше. Почему? Потому что люди часто встречают по обложке. Повторим, коллеги, повторим. Итак, восемнадцать мест. Первое – это, ну, опять я делаю сноску. Это сначала у вас должен быть полезный контент, чтобы люди могли смотреть его, досматривать и пользоваться им. Потом свой сайт. Поисковые системы Яндекс и Гугл ваши ролики должны быть оптимизированы для того, чтобы там показываться. Естественно, Ютуб, Тик-Ток, Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм, Пинтерест, Фейсбук, Яндекс Эфир и Линкендин, Вимео, профильные либо тематические сайты, образовательные сайты тоже хорошо, ответы на вопросы в виде видеороликов. Вот восемнадцать мест, где ваша трансляция, трансляция вашего контента будет очень и очень хороша. Это был последний урок нашего блока один. Если хотите вместе с нами качать свой личный бренд с помощью видео, не забывайте перейти на следующие уроки и поставить лайк нашему каналу, нашей деятельности образовательной. И переходим дальше. Я думаю, что после прохождения всех этих девяти блоков мы, друзья, с вами создадим действительно сильный, прокачанный личный бренд. Пара-бара-бам.